Всем привет-привет, мои дорогие и любимые подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня пришло время, черед расклада на тему разговор с моей душой. Будем говорить сегодня не с его душой, а с вашей любимой, единственной и неповторимой. Давайте посмотрим при помощи картеров, в каком сейчас расположении духа вы находитесь, какое ваше эмоциональное состояние, какие ваши потребности и на что вам нужно обратить внимание с точки зрения картеров высших сил. Использовать буду великолепную, красивейшую колоду мудрой стихий. Пожалуйста, сосредоточьтесь на себе любимой, либо любимом. И будем с вами искать ответы, делать психоанализ себя любимой. Напоминаю, что если вас интересует обучение таро, обращайтесь, пожалуйста, на мой ватсап. Ссылочка находится под каждым видео. Я обязательно с вами свяжусь и пообщаюсь с вами на эту тему. Благодарю вас, мои дорогие, за поддержку канала, за любой из способов, низкий вам поклон, комментарии, лайки, донаты, спонсирования. Благодарю вас, мои дорогие. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал и нажимайте обязательно на колокольчик, для того, чтобы получать оперативно уведомления о моих новых видео. Итак, разговор с моей душой. Буду задавать такие вопросы, которые мне захочется по ходу дела задавать. Буду импровизировать, как я это обычно делаю. Десятка жезлов. На дне колоды вышел достаточно непростой аркан. Десятка жезлов. Посмотрите на эту хрупкую, красивую девушку, которая, тем не менее, тащит огромную охапку жезлов. То есть, есть что-то в вашей жизни сейчас, усложняющее ее, то есть, вашу жизнь. Вполне возможно, вы сами все эти жезлы со всех сторон нагребли, на свою спинку хрупкую положили и тащите. Здесь могут быть обстоятельства какие-то, какие-то обременения, какие-то обязательства, большое количество дел. Вот вы действительно перегружены чем-то. Либо эмоциональный груз. Эмоциональный груз здесь тоже может быть по этому аркану. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Здесь не зря у нас на дне колоды, как общая энергетика, расклада всего и состояния вашего сейчас, выходит именно такой аркан. Хрупкая, красивая, нежная, стройная девушка тащит огромнейшую охапку жезлов. Она не бросает эту охапку. Кстати, у кого-то может отыграться так, что вы отношения какие-то сложные, деструктивные, либо тяжелые тащите и никак не можете сбросить со своих плеч. Может быть, что-то есть, какие-то обстоятельства в жизни, которые тоже вас угнетают. Либо вы просто себя загрузили. Так, теперь давайте посмотрим вы. Какая вы сейчас с точки зрения высших сил в данный период времени? Мы, конечно, меняемся со временем, характер меняется, личностные характеристики чаще всего остаются постоянными. Но под влиянием обстоятельств, конечно, мы можем меняться. Давайте скажем так, по-простому, да, характер наш может претерпевать изменения. Посмотрите, кто вы. Вообще, с точки зрения Картерова, вы самый светлый, самый прекрасный, самый ясный, теплый, светлый человек, который вообще в этом мире может проявлять самые светлые энергии. Из всех людей, кто проявляет светлые энергии, вы впереди планеты всей. Вы очень светлый человек, вы очень добрый человек, вы очень хороший человек. В душе вы ребенок. Посмотрите на этого ребеночка маленького, прекрасная, прелестная девочка в подсолнухах. И светит сверху солнышко. Это тоже вы, кстати. Вам солнышко светит. Ну и вы проявляете такие же энергии в мир. Если вам кажется сейчас, у нас все-таки вышел аркан десятка жезлов, что вас что-то может угнетать, что-то вас может беспокоить, что-то не давать вам чувствовать себя легко и свободно, то в душе вы аркан солнца. Ясный, добрый, светлый, очень искренний человек. Да, конечно. По аркану солнышка это бывают большие дети в том плане, что можете когда-то капризничать, можете когда-то немножко быть эгоцентричной, можете где-то в чем-то эгоизм какой-то проявлять. Но это нормально, это хорошо, потому что это не злобно, это не темная энергия, это не негатив. Даже если вы немножко когда-то поступаете как ребенок, то это тоже мило, прелестно и замечательно. У вас чистая, прекрасная, искренняя душа. Таким великолепнейшим арканом вас охарактеризовали сегодня нам карты Тарум. Я даже добавлять ничего не буду, потому что замечательный аркан, и здесь можно очень-очень долго, очень много говорить об этом аркане. Кстати, скорее всего, вы не забываете о своем внутреннем ребенке. Вы не стали, какой-то вот взгляд у вас не зашорился, вы не стали обозленным человеком, вы не стали каким-то скучным человеком, такой старухой шапокляк с течением времени. Нет, вы остались с солнышком, даже если у вас, у солнца тоже бывают затмения, вы знаете, в жизни все бывает. Но если в вашей жизни случаются такие периоды, то сути своей вы не теряете. Вы прекрасный солнечный человек. Давайте посмотрим, что сейчас вообще в вашей жизни происходит. Давайте. Вообще, в принципе, как у вас сейчас обстоятельства в вашей жизни? Посмотрите, какой вышел интересный аркан. Это двойка жезлов. Сейчас, скорее всего, вы либо находитесь на каком-то распуте перед каким-то выбором, сейчас вы думаете о том, что, может быть, какие-то изменения либо нужны вам, либо они уже реально стучатся в ваши двери, и вам нужно что-то менять. Вы понимаете, что надо менять, но, скорее всего, вы еще сейчас не разработали конкретный план действий, и действовать вы еще не начали. В новом каком-то направлении. Но что происходит в вашей жизни? Посмотрите, у ваших руках целый, большой, красивый, голубой, лазурный земной шар. В принципе, этот аркан говорит о том, что перед вами сейчас весь мир и огромные масштабные перспективы. Вам надо эти перспективы понять, увидеть, принять, что вы действительно можете очень многое в своей жизни изменить, изменить очень масштабно, практически глобально. Просто для этого нужно понять четко свою цель, поставить цель, разработать план действий и начать действовать в направлении своей мечты, осуществлять действия, начать делать какие-то действия для того, чтобы мечта стала явью. Ваша цель была достигнута. Очень хороший аркан. Что происходит в вашей жизни? Девочки, мальчики, что-то глобальное, какие-то глобальные перемены просто обязаны в вашу жизнь войти. Кто-то из вас сейчас даже это уже осознает, что да, надо что-то менять, но вам нужно четко определиться. Какие потребности сейчас у вас, у вашей души? Чего просит ваша душа сейчас? Чего хочет ваша душа? Чего она просит? Посмотрите. Вышел король мечей. Во-первых, если у вас слишком много эмоций бушует в вашей душе, то король мечей может говорить о том, что как раз ваша душа и требует угомонить какие-то эмоции, включить здравый смысл, рассудок, даже в чем-то холодную расчетливость вам в какой-то из сфер жизни сейчас это очень нужно. Выключить эмоции, включить разум. Пропускать эмоции через голову, а не через сердце, потому что очень многие из вас по аркану солнышка могут эмоциям поддаваться. А здесь человек как бы клац и выключает эмоции, из сердца вернее, их переводит в голову, либо выключает как по щелчку тумблера, либо переводит их из сердца в голову, и уже посредством какого-то трезвого анализа эти эмоции трансформируют во что-то конструктивное. Также, конечно, у вас может быть потребность в надежном, может быть слегка холодноватом, в каком плане. Это не тот человек, в надежном партнере не договорила, это не тот человек, который рассыпается в комплиментах, но эти комплименты он говорит и вам, и соседней симпатичной девочке, и бабушке Клаве, и всем вокруг, и коллегам на работе, и хвостиком виляет. Понимаете, вам не такой нужен человек, а нужен партнер, который... Мужчина, мужчина, партнер, который будет вам надежным тылом, надежной опорой вашей, и даже где-то в чем-то, возможно, ваши эмоции... Делать с вашими эмоциями то, что я сказала до этого, то есть как бы их уравновешивать. Поэтому в этом у вас тоже может быть потребность. Король мечей – это очень серьезный мужчина. Это чаще всего мужчина со здравым рассудком, это мужчина... У кого-то, возможно, и расчетливый в каких-то случаях, но это мужчина умный. И это человек, который чаще всего имеет какую-то очень мужскую профессию, занимается настоящим мужским делом. Но самое главное – это надежный партнер. Надежный. Я не зря говорила про того красавца, который всем комплименты сыплет. Это прекрасно, когда человек обаятельный, но он как с вами обаятельный, так еще с миллионом человек. Вокруг вас женщин, в частности, обаятельный. Вот такой человек вряд ли вам нужен. Вам нужен конкретный, серьезный воплощение мужественности. Возможно, где-то в чем-то прохладный такой мужчина, но очень надежный, за которым вы как за каменной стеной. Но первые энергии, которые я вам рассказала по поводу эмоций, это даже в приоритете находится для вас сейчас. Отчего вам сейчас лучше избегать? Чего вам сейчас лучше избегать? Вот давайте так, спросим. Чего лучше сейчас вам избегать? Во-первых, каких-то ожиданий, чрезмерных, допустим, от каких-то ситуаций, от людей, возможные отношения. Вы можете ждать чего-то большего, чем люди вам могут дать. Либо от отношений вы ждете чего-то большего, чем они на самом деле вам могут дать. Либо вы, в принципе, ждете чего-то большего от жизни, а надо радоваться каждому прожитому дню, моменту и довольствоваться тем, что у вас есть сейчас. Благодарить за это, и судьба вселенная будет давать вам больше и больше и больше. То есть какие-то чрезмерные ожидания от кого-то или от чего-то. Также, чего вам нужно избегать? Если вы надолго зависли в какой-то ситуации ожидания чего-то, может быть, вы опять-таки в каких-то отношениях пребываете, в которых вам партнер не дает определенности, вы не видите каких-то действий конкретных с его стороны, но вы все равно ждете. Что-то ждете, как вот у моря погоды сидите, ждете, ждете годами и ничего не получаете. Из того, о чем вы мечтаете, в чем вы нуждаетесь. Вот от этого надо избавляться. Не нужно быть ждуном. Нужно жить эту жизнь, а не ждать, что завтра придет счастье, что завтра человек, который вас не делает счастлива, изменится, к примеру. Вот такие вот вещи. От этого нужно избавляться вам сейчас. Нам так показывают карты Тарумы. Каких энергий вам нужно самостоятельно добавить в свою жизнь? Каких энергий вам нужно добавить в свою жизнь? Также, знаете, я еще, кстати, хочу добавить, по этому аркану. Очень часто по этому аркану женщина может быть нерешительной. Пора решиться, но что-то... Она понимает, что пора что-то. Либо там уйти с работы, прекратить отношения, прекратить обман какой-то в свою сторону, который вы видите, чувствуете, манипуляции какие-то. Но вы ждете. Кого-то, не дай бог, там муж обижает, бьет, допустим, либо гражданский муж, либо человек, с которым вы, либо изменяет, либо еще что-то. А она все прощает, ждет, и думает, что... А вдруг он изменится? Вот эти вот тоже вещи нужно убирать. Нужно понимать, что нет, не изменится. Либо если нелюбимая работа, но вы что-то ждете, а вдруг станет лучше. Надо что-то менять. Итак, уже забыла, что спрашивала. А, каких энергий прибавить вам нужно сейчас? У нас опять император выходит. Здесь по этому аркану может быть так, что вам нужно добавить энергии уверенности, вам нужно добавить энергии даже где-то в чем-то жесткости. Вы можете проявлять слабость. Слабиночка такая в чем-то у вас есть, вам нужно это ликвидировать, вам нужно это убрать. Вам нужно быть увереннее, вам нужно добавить энергии именно уверенности в себе. Если вы уже принимаете решение, то вы принимаете решение, Не оглядывайтесь назад, а идёте вперёд То есть вот какой-то такой момент Здесь тоже мне у вас показывают Давайте посмотрим А в чём вы вообще сейчас нуждаетесь Ну, в глобальном, так сказать, масштабе Вообще, в чём сейчас вы нуждаетесь Ваша жизнь, ваша судьба В чём нуждается Да, в вашей жизни есть что-то Что перестало делать вас счастливой Подумайте, у кого что У кого-то отношения, у кого-то работа У кого-то там ещё что-то, да Но есть некая ситуация, которая Перестала вас делать счастливой И вам пора эту ситуацию покинуть Выйти из этого, уйти Из этих обстоятельств, может быть из отношений Может быть, ну ещё что-то Есть что-то, что перестало вас делать счастливой И вам нужно на это очень серьёзно Обратить внимание, настал тот момент Когда пора покинуть Эти обстоятельства В которых вы несчастливы Для того, чтобы двинуться в новый путь Вот так, девочки Ну и давайте я ещё хочу задать вопрос Как вам, что можно сделать для того Чтобы впустить какие-то новые перемены Новые энергии, прекрасные в вашу жизнь Что-то можете вы для этого сделать Для того, чтобы ускорить этот процесс Десятка пентаклей Тут выходит у нас, во-первых, энергия материального благополучия И социальная даже реализация Для вас важна социальная реализация И материальное благополучие, безусловно Но это ещё и аркан То есть вам для счастья, по сути Нужно материальное стабильное положение Очень хорошо, если вы над этим работаете Если у вас нет стабильного материального положения Значит вам нужно очень серьёзно задуматься над тем Чтобы поменять работу Сменить сферу деятельности Найти какие-то способы для того, чтобы больше денег сколотить К примеру Это очень важно, кстати Для каждого человека, который сейчас смотрит расклад Материальная устойчивость, стабильность, благополучие Очень важны, это хорошо Но также это и аркан семьи Поэтому здесь можно говорить о том Что семейные ценности Какие-то установки на семейное счастье На семейные ценности На стабильность в отношениях с человеком Это всё должно быть у вас в приоритете Поэтому сказать, как проработать Вы, скорее всего, очень-очень такой человек многогранный Очень глубокий И, в общем-то, вы знаете даже сами Что вам нужно делать Вы понимаете это Потому что по десятке пентаклей Вы очень-очень, грубо говоря Полноценный во всех отношениях Наполненный человек Поэтому что-то прорабатывать Вы будете счастливы в том случае Если вы впустите, во-первых, в свою жизнь Энергию, уверенности Энергии открытости Каким-то новым потоком Очень светлым, очень красивым Очень сильным Энергию перемен И вот эти все вещи Семейное счастье Материальное благополучие Оно само по себе придёт в вашу жизнь Тогда, когда вы покинете Наконец-то те обстоятельства Которые вас угнетают Они делают счастливой И найдёте в себе смелость И включите императора Наконец-то выйдете Из тех обстоятельств Которые не делают вас счастливой Всё это придёт в вашу жизнь Десятка пентаклей Ну и давайте посмотрим Ещё сейчас совет Рекомендацию На что вам вообще сейчас Даже я не из этой возьму Колодой Я возьму из ангельской колоды Посмотреть на что Сейчас делают акцент Высшие силы Именно для вас Давайте из этой вот колоды Моей любимой возьмём На что именно Какой-то как совет Послание от ангелов Для вас Сейчас Что для вас важно На что вам нужно обратить внимание Будьте внимательны Обращайте на повторяющиеся знаки И внутренние указания Поскольку они могут содержать Ценную информацию Даже у нас Заключительный аркан расклада Говорит о том же Во-первых Включайте интуицию Безусловно Доверяйте больше себе Научитесь делать выбор И в принципе Наблюдайте за тем Что происходит в вашей жизни Вселенная очень часто Даёт нам очень важные знаки И мы порой не замечаем Но когда начинаем Обращать на это внимание Мы понимаем Что это настоящие подсказки От высших сил Как путеводная звезда Наша какая-то Это информация Которая идёт Для нас Вот именно об этом Вам сейчас говорят Ангелы Высшие силы Обращайте внимание На эту ценную информацию Естественно Налаживайте диалог Со вселенной С Господом Богом С высшими силами Просите защиты Просите помощи Просите направить Ваши стези И дано вам будет Ну вот такой Сегодня получился расклад Спасибо вам Мои дорогие За то Что досмотрели до конца Надеюсь Было интересно Какую-то ценную информацию Вы для себя получили Буду вам очень благодарна За пальчик вверх За тёплый комментарий Под моём видео Если ещё не подписаны На мой канал Подписывайтесь Я же всех люблю Желаю всем счастья Любви Добра Любви И уважения В первую очередь К самому себе И конечно Защиты И покровительства Высших сил Счастья вам Мои дорогие Пока-пока До следующего расклада Счастья вам